Еще один вопрос. Могут ли новые технологии помочь поставить на свое место органы ЖКТ при их смещении? Давайте сразу ответим. Конечно же могут, но для этого опять же нужны предварительные усилия самого человека. Потому что, чтобы их поставить, надо выйти на световое тело человека, которое является отражением того первоплана человека, по которому каждый человек индивидуально создан. Если вы уже обладаете такой возможность выделения светового света, то потом дальше это процесс совмещения светового света и физического света. Через это все можно сделать. А вот как до этого дойти, это уже работа. То есть вы должны дойти до способности, способности своей видеть это световое тело, проводить определенные манипуляции, управлять этим телом и процессом. И тогда все будет получаться. Второй вопрос. Понятно, что отсутствие даже одного органа негративно влияет на весь организм. Какая технология помогает быстро регенерировать аппендикс и какая его длина считается нормой? Вы знаете, это все опять же индивидуально, потому что мы только что говорили, что каждый человек это индивидуальный проект. Тут не роботов делали, то есть каждого человека делали под какие-то его же задачи в этом мире. Поэтому сказать, какая длина для вас оптимальна, опять же выделяете ваше световое тело. Смотрите, накладываете. Если больше вашего физического тела, чем нужно, ну, принимайте решение. Если меньше, тоже. Это опять ваша работа. То есть вот так вот сказать, что рекомендуете, рекомендовать здесь для одного человека, чтобы это подошло всем остальным людям, очень трудно. Тем более технологий тоже очень много. Вы поймите, это не какая-то одна технология. Технологий очень много под тот уровень развития, которого достиг человек. Меньше уровень развития технологии попроще. Выше уровень развития технологий посложнее. Но там, где сложнее, там и быстрее, как правило. Да, вот еще пару вопросов про аппендикс. Имеет ли аппендикс, как и другие непарные органы своего тонкоматериального симметричного двойника? Являются ли такие двойники матрицами своих биоорган? При удалении аппендикса какой орган берет на себя его функцию? Какой же, какой орган возьмет на себя функцию? Физический или не физический? Ведь у нас, кроме физических органов, есть не физический орган. Любая голограмма, которая остается на месте, где был утрачен орган, она частично может выполнять его функции. В теле человека аппендикс, как парный орган, не предусмотрен, потому что это, по сути дела, точка сброса определенных, ну, как бы, деструктивных для организма частиц. Поэтому, зачем его умножить? И одного хватает. Хотя он еще отвечает и за иммунитет. Неоднозначно все. Ну, как и все в этом мире. Потому что мир дуален. Есть функции не очень приятные, а есть функции правильные и точные. Так что с аппендиксом здесь вот есть у него такая функция сбора, утилизации какой-то определенной того, что в организме, ну, как бы, требует удаления. И в то же время есть функция управления иммунитетом. Наталья Леонидовна хотела тут кое-что сообщить по желудочно-кишечному тракту. Дело в том, что когда мы сталкиваемся с каким-то вопросом относительно своего здоровья, это связано с системами, органами нашего физического тела, наверное, уместно задать первый вопрос и понять, а что же в нашем теле какую функцию выполняет этот орган. Желудочно-кишечный тракт – один из самых протяженных, объединяющих, как говорится, уровень человека небесного, человека человеческого, земного и человека природного. Все проходит через желудочно-кишечный тракт. И усвоение необходимой пищи, и расщепление этой пищи, и вывод этих отходов. И поэтому, если это система питания, насыщения и трансформации полученного продукта, значит, на тонком плане перенесите, а что вы потребляете как духовную пищу, какого она качества, каких она объемов, насколько вы готовы к этому восприятию, и тогда возникает прямая параллель. Потому что переварить то, к чему не готовы, или то, что не своевременно для вас, вы не сможете. Так же, как в пище. Качество имеет тоже значение. Не пользуйтесь суррогатами. Сегодня открыты такие знания, которых раньше не было, о которых только мечталось. И вы можете тестировать качество этих духовных продуктов для самого себя, чтобы от ваших мыслей, а именно мысли… Вот здесь есть цитата из книги «Метафизика реальности» по гипербореи. Только мысли человека могут сфокусировать и создать из фотонов, а мысли – это тоже виды энергии, и фотоны – частички света, из которых состоит эта энергия. Только мысль человека может сделать из этого хаотичного движения потока фотонов лазерный луч и направить туда. Согласитесь сами, когда человек находится не в состоянии гармонии, не в единстве с самим собой возникают все недоразумения с желудочно-кишечным трактом. Даже у язвы желудка, помимо бактерий, существует другая причина – вашей нервной, как говорят, эмоциональной нестабильности, потому что эмоции понижают ваши частоты, ваши вибрации, ваш энергетический порог. А здесь, пожалуйста, съели немытое яблоко, и может случиться беда. Поэтому все начинается опять же с головы, с наших мыслей. Рассуждайте, анализируйте, и в помощь вам очень много материала, изумительного, который не сразу откроет все свои глубины, но который вас направит по пути нормирования вашего здоровья. Успехов вам, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok